Kodashop. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Kodashop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, а платить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего АКа для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Вперед с 17 июля по 22 июля будет раздача призов в виде кодов на почту при пополнении банковскими картами. Пользователь обязательно должен ввести свою почту, иначе не получит подарок. Самые активные 10 пользователей получат облик звездного участника Сильвана от Монтунаф. Мур, привет друг, это Зверько. Я решил объединить изменения на тестовом и выкатить то, что нас ждет в ближайшем обновлении на основном сервере. Слушай внимательно, информации будет много. Натан, ждем его выход 23 числа примерно. Стрелку доработали боевые анимации. Он, благодаря двойной атаке, показался слишком эффективным против башен. Поэтому теперь физический бонус и почему-то вампиризм против башен уменьшили со 100 до 80%. Немного поколдовали с уроном навыков и немного замедлили автоатаку по сравнению с прошлой версией. Первый и второй навык немного расширили области навыка. Пассивка. Теперь физическое проникновение конвертится один к одному в магическое проникновение, а физический вампиризм конвертится в магический. Но вампиризм у базовой атаки только 40%. В ультимативной способности пропала черная дыра. Теперь Натан просто прыгает к двойнику, что несколько практичнее. Урон клона от ульты растет с уровнем от 30 до 40%. Клон теперь копирует от 30 до 35% атрибутов Натана. Растет, конечно, с уровнем. Пакита. Разработчики отменили набор навыков от автоатаки. Зато теперь можно подготавливать заряженную атаку, используя навыки в воздух. Словно Аврора перед комбой. Второй навык. Перебалансили урон на более позднюю игру. Добавили перезарядку. Заряженный навык изменили пропорционально. Ив. Ульта. Уменьшили щит. Также уменьшили время обездвижения. Малопопулярный Фовиус. Первый навык. Уменьшили перезарядку. Было 3,5 секунды. Будет 2,5 секунды. Ульта. Мощно увеличили урон. Глу. Ульта. Уменьшили хп реген. После отделения от врага. Было 4,5%. Будет 3,3,5%. Карина. Пассивка. Уменьшили бонусный урон от потерянных хп врага. Было 13. Будет 11%. Первый навык. Перебалансили скорость. Теперь она 45% бега для всех уровней. Второй навык. Сильно увеличили урон. Напиши в комментариях, нужно обновить гайд на корену или фиг с ней. Лоуи. Разработчики меняют вектор Лоуи с урона на тактику, поэтому уменьшают урон от ее стягивания в пассивке. Ну а ульте? Увеличили расстояние телепортации для всех уровней. Насколько конкретно, не сообщают. Чанэ. Ульта. Теперь можно нажать на ульту повторно, чтобы прерывать применение. Порой этого не хватало, чтобы навесить на себя щит вторым навыком, либо начать отстреливаться первым в другом направлении. Эйдора. Первый навык. Уменьшили стартовый базу урон и экстра урон. Второй навык. Уменьшили срезание магической защиты. Было 20-35. Будет 10-25. Старт Эйдоре сделали сложнее, а в лейте противники закупятся Афиной. Видимо, сказалась популярность Эйдоры в этом нерфе. Харли. Пассивка. Уменьшили максимум стаков среза магической защиты. Было 15-10. Заск. Ульта. По рождению в ульте вернули здоровье. Было 500-2500. Будет 1000-3000. Сан. Первый навык. Увеличили перезарядку. Было 10-7 секунд. Теперь будет 10 секунд, независимо от уровня. Атрибуты копий первого навыка будут расти. На общем итоге будет больше, но на старте слабее. Иксбарк. Первый навык. Уменьшили базовый урон. Бальмант. Второй навык. Уменьшили перезарядку на целую секунду. Ульта. Тоже уменьшили перезарядку. Это очень мощное усиление Бальмонта. Обновленная Кимми. Базовая атака. Добавили индикатор направления стрельбы, чтобы целиться было легче. Урон сменили с физического на магический. Сократили скорострельность. Итого. Ниже урон. Медленнее полет пули. И ниже скорострельность. Увеличили вампиризм с 50 до 75%. И подняли реген энергии при атаке противника с 3 до 6. Первый навык. Интервал увеличили на 150%. То есть повысилась скорострельность и ДПМ. Навык теперь может наносить критический урон. Отчего и урон резко возрастет. Вампиризм также подняли до 75%. И уменьшили затраты энергии. При стрельбе теперь навыки уходят в хайд, чтобы исключить мисклик и случайное срабатывание навыка, когда ты отстреливаешься от противника. Теперь нужно будет отпускать стрельбу и прожимать навык. Впрочем, это вполне удобно. Вспомнили про Матильду. Пассивка. Увеличили урон заряженной атаки. Было 160, будет 200. Первый навык. Увеличили магический бонус с 70 до 100%. Увеличили конечный базовый урон. Уменьшили размер штрафа атаки в одну цель этим навыкам. Люнокс. Пассивка. Уменьшили размер конвертации перезарядки. 1% в проникновение. Также уменьшили бонусную защиту. Пополь и Купа. Разработчики решили, хватит Пополю жировать в билде на танка. И немного нерфанули эту тактику. Увеличили базовое здоровье Пополя на 100 хп. Пассивка. Уменьшили здоровье Купы в поздней игре. Второй навык. Экстра бонус для щита сильно увеличили. Со 120 до 160%. Уменьшили время подбрасывания в альфа форме. Третий навык. Сильно увеличили время на перезарядку ловушки. Бенедетта. Атрибуты. Увеличили здоровье. И уменьшили физическую защиту. Тигрил. Первый навык. Уменьшили область навыка. Минотавры. Пассивка. Увеличили еще немного получения ярости от ударов врагов не героев. Типа миньонов, крипов, призванных и так далее. Ульта. Увеличили регенерацию ярости на 10%. Аулус. Пока что на тестовом сервере. Второй навык. Уменьшили хп реген. С 120% до 100%. Изменили ульту. Теперь вместо навыка Гатота. Это игнорирование контроля на 5 секунд. С перезарядкой 40-34 секунды. И поглощающий 35% единиц урона. Скучновато на мой взгляд. Изменения предметов. Роум. Поощрение. Уменьшили бонус к физической и магической атаке. Благосклонность. Новый эффект. Если нет рядом союзника, которому требуется исцеление, навык не сработает. Добавили новое правило. В первые 15 секунд боя можно продать вещи за фулл прайс без штрафа. Топор войны. Уменьшили физическую атаку с 55% до 45%. Злобный рык. Уменьшили проникновение. До 35%. Теневые парные клинки. Увеличили магическую силу на 5 единиц. Палочка гения. Ослабили пассивку. Уменьшение магической защиты. Было 3. 10. Будет 2. 9. Божественный меч. Тоже уменьшили пробитие до 35%. Сияющая броня. Получила ребаланс. Уменьшение магического урона сократили. А вот здоровье увеличили. Сумеречная броня. Немного увеличили урон. Было 4% от твоих максимальных АП. Будет 5% от твоих максимальных АП. Изменили принцип защиты турелей. Когда предыдущая башня на линии разрушается. Последующая башня получала 80% магической и физической защиты. А теперь будет просто срезаться урон на 40%. Жестко. Да. Решили позатягивать бои. Да. Надо ли это на мой взгляд? Нет. Ну что. Как тебе обновление? Ждешь ли Натана? Давай пиши все в комментариях. Я все читаю. И на этом все. Удачных боев друг. Увидимся скоро. Ушел мертвый отряд. Они живы, чтоб победить. Что любого, то уже не убить.